Сегодня мы с вами посмотрим памятник всемирного наследия, охраняемый ЮНЕСКО, городище Аккартас. Здесь вот есть стенд, на котором потихонечку нам все рассказано. Ну и экскурсия начинается вот сюда. Сегодня здесь вообще никого нет. Вот один там мужчина, стоимость посещения 200 в деньге, а за 2000 можно было бы взять экскурсию. Но поскольку здесь никого нету, то никакой экскурсии на них сегодня нет. Ну, по крайней мере, я здесь был, походил, посмотрел и вам показал. Я так еще и понимаю, что еще и площадка не одна. Здесь все прям организовано, надо сказать. Довольно хорошо. Дорожки сделаны. Везде стоят эти самые стрелочки нарисованы, стоят указатели, фонарики. Вся территория забором внесена. Я, естественно, про этот Аккартас ничего не знаю. Все, так сказать, у меня всегда жиждется на первых впечатлениях. Потом, может быть, я прочитаю про это где-нибудь что-нибудь в интернетах и вам расскажу. Но лучше, если вы сами пойдете в интернет, забьете туда городище Аккартас, дворцовый комплекс Аккартас. И все внимательно посмотрите и прочитайте. А я вам просто покажу это место. Но место, конечно, невероятное. То есть представьте себе, вот такой вот здесь стоял дворец. Это понятно, что сейчас вон в тех краях там железная дорога, шоссе. А вот сколько лет вот этому сооружению. Ну и место здесь. Место здесь просто, понимаете, обалдительное. Вон, смотрите, какие горы зеленые. А вон там горы уже с белыми покрытыми снегом шапками. А вот туда, насколько глаз хватает, простирается степь. Огромная, бескрайняя, далекая-далекая степь. Реально, нереально, реально. Ну вот, дошли мы с вами до первой развилки. И у нас здесь можно пойти вот сюда, а можно пойти вот туда. Ну, на основную, так сказать, экспозицию мы пойдем позже. А пока мы дойдем вот сюда. Я так понимаю, что вот это вот был дворец. Прям настоящий большой шикарный дворец. А вокруг него какие-то, видимо, хозяйственные или около того постройки. Наверное, как-то так. Ну, здесь, смотрите, прям вот совершенно четко все выражено. Совершенно четко видно, как все было устроено. То есть вот наружная, видимо, стена. Потом стены внутренние. Вот вход в помещение. Такая небольшая комната. Дальше еще одна. Здесь еще одна, еще одна. Но вот это, смотрите, проходная. И вот здесь вот какое-то дополнительное помещение. То есть можно предположить, что вот это проходная комната. Это, например, комната для приема пищи, столовая. А там, например, кухня. Может быть. Ну, или я совсем-совсем не прав, несу всякую. Ну, а вы в интернете сами все прочитаете и узнаете. С одной стороны, как-то странно. Потому что хочется сейчас вам рассказывать какие-то факты. Делиться какой-то вот этой информацией. Что вот это вот, вот это. А вот это вот, вот то. С другой стороны, ну, а зачем? Просто впитывайте вместе со мной энергетику вот этого места. Знаю, конечно, одно дело быть здесь на месте. Другое сидеть перед экраном. И перед экраном, конечно, наверное, не так впечатляет. Но тем не менее, хотя бы так, те, кто здесь никогда не был, могут, как минимум, имеют возможность сейчас с помощью, так сказать, моей камеры и своего экрана посмотреть на это дело чуть повнимательнее, чуть поближе. Ветер какой поднялся. Только что, вроде бы, я приехал, ветра не было. И тут как бы началось. Ветер пытается, видимо, помышать моим съемкам. Ну, блин, посмотрите, какие камни. Это ж сколько труда было все эти камни притащить. Вот так вот одной стороной оттесать, подогнать друг к другу и сложить все это. Адский труд. Адский просто. Огромные усилия приложены. Ступеньки такие сделаны. Такие полукруглые. Еще есть такой вот волной какой-то. Ну, волна-то, наверное, сейчас-таки специально сделана. Вот это же вот. Тоже такая вот способ украшения. Украшательство, где так бывает. Вот здесь есть фотография сверху. Такое обширное пространство. Вот здесь схема. Сохранившаяся часть сооружения сложена из массивных каменных блоков. Строительство крепости было не завершено. Размеры сооружения 162 на 138 метров. То есть вот как. Восьмой век, но достроена не была. Интересно. Ну, и вот, представляете себе. Входим мы через вот такие вот стену. Где-нибудь, наверное, здесь должны быть ворота. И вот она. Центральная улица. Центральная улица дворца, крепость. Обалдеть можно. И здесь, пожалуйста. Вот. Хочешь туда, иди. Тут помещение. Там еще одно за ним помещение. В эту сторону тоже, пожалуйста. Вот сюда проход. И вот вход в одно помещение. Вон там другое, третье. Вон их сколько. Огромное количество всего. Обалдеть можно. Крутяцкий-крутяк. Интересно, почему не была достроена. Видимо, правитель, который все это замышлял, наверное, как-то перестал править. Ну, и вот здесь тоже, смотрите, разделяется. Вот туда пошла и сюда пошла. А вот здесь такие как будто бы столбы сделаны. Один, второй, третий, четвертый. И в ту сторону. Один, второй, третий, четвертый. Может, здесь, наверное, подразумевалось, что это столбы держат какое-то перекрытие сверху. Видимо. А здесь уже какая-то совсем плоская часть. Какой-то такой как будто бы задний двор. Нет, ну там он видно, что раскопки были. Если туда углубляться, то там тоже видно всякий разный фундамент. А здесь, может быть, просто все это дело не было раскопано. А здесь, получается, как будто строили сразу все одновременно. И внутреннюю часть, и наружнюю часть. Как-то это, мне кажется, нелогично совершенно. Кто же так строит? Одновременно все. Сначала стену по периметру, а потом уже все внутри. Ну, как бы, с другой стороны, кто я такой, чтобы советовать строителям из 8 века? Вот здесь что-то круглое сложено было. И посредине квадратный камень. Это, наверное, хаос так называемый. Место для хранения воды. А может быть, колодец. Ну и дальше идем. А здесь уже, смотрите, это что, стена уже? Или просто стена какого-то внутреннего здания? Потому что здесь какие-то блоки прям посолиднее размером. И стена такая потолще. И здесь прям камни такие ого-го и огиге. Вы представьте себе вот из таких камней складывать стену, ворочать их. Это же какие-то усилия прилагать, чтобы ручным, так сказать, исключительно трудом вот такую вот глыбу переместить, куда-то в стену уложить. Обалдеть можно. Ну и подходим, я так понимаю, мы с вами к задней части крепости. Вы посмотрите, как здесь все круто выглядит вокруг. Вот зеленая гора. Зеленая гора и наверху снег. Там вот, пожалуйста, снежные шапки прям настоящие. А дальше степь. Дух захватывает. Просто от вот этого зрелища захватывает дух. Просто стоишь, смотришь, и вроде бы как-то не берешь свои плеты. Хотя понятно, что все это в реальности, никто не спит. Все это настоящее. Но очень странно, что здесь никого нет. Здесь получается только я и один там мужик, приехавший сюда на газели. Даже нет персонала, который экскурсии вроде бы здесь должен проводить. А значит и посетили, наверное, нет. Поэтому и персоналами. Странно. Но с другой стороны, рабочий день в середине недели. Чего я хочу. Наверное, в выходные здесь все-таки как-то поактивнее жизнь проходит. Идем обратно. Там дальше пойдем налево вдоль стены. А нет, вон я обманываю, что я здесь один. И только мужик. Еще вон девушка какая-то есть. А вот здесь вот посмотрите, как сделано интересно вот этим стабильником. То есть получается, первая стабильника сделана ровная. Вторая сделана вот с таким вот закруглением. Третья тоже с закруглением. А дальше опять они ровные, как будто ничего. Интересно, зачем? Что за такое решение было? А здесь вот еще, смотрите, тоже такими каскадными уступами сделан такой спуск. И тоже оно все сделано такой вот интересной, волнистой, скажем так, формы. Почему так сделано, зачем? Вот, видимо, это самые высокие стены. Ну да, здесь примерно 3 с небольшим метром. То есть вот эти вот башни, получается, и вот эти вот прясленности были нанее более завершенные. А все остальное оставалось, видимо, в таком зачаточном, скажем так, недостроенном состоянии. А вот здесь вот еще, посмотрите, вот там вот этот вот холм, который я думал, можно зайти. Но зайти-то на него можно. Там вот даже, видимо, есть такая дорожка. Тоже смотрите, как интересно все сделано. То есть вот сделана такая стеночка там, снижающая следующая стеночка, еще одна. А потом вот такие вот, опять же, волнистой формы, такими вот уступами, такими вот террасами сделано к нему такой подъем. А там что-то круглое, на нем камень лежит. Еще одна такая штука, и на ней камень лежит. Вот что это такое? Самое главное, интересно, что у меня почему? Вот волнами. Почему все сделано вот именно такой, хитрой изогнутой формы, непрямыми. Очень интересно. Надо будет обязательно почитать. И вы на досуге обязательно тоже почитайте, почему здесь все так. Как это и что это? Вот здесь есть QR-код, вы его можете просканировать и почитать. Вот в этой административной части, там вот внизу, ну, наверное, офисы какие-нибудь. Здесь уже, наверное, тоже какая-нибудь, может быть, выставочная часть тоже должна быть. Вот там вот. Ну, никого нет, все закрыто. К сожалению, что-то мне вот в окрестностях Тараза все время как-то не везет. Я все время прихожу, никого нет, все закрыто. Ну, вот какой-то такой вот Акартас. Акартас, теперь надо обязательно вот по той дороге заехать, вот на тот холм. А потом по другой дороге попытаться проехать вот туда. Ну, и вот мы с вами поехали до каменоломни, откуда, собственно говоря, брали камень для того, чтобы собирать этот дворец. Здесь дорога есть дальше, поэтому идем дальше, пока можно проехать. А здесь земля какого интересного цвета, какого-то красного. Ну, и вот мы на самой высокой точке среди, так сказать, окрестных холмов. Вот там вот, это я так понимаю, что тоже относится к городищу Акартас. Какая-то площадка, она вон там даже под крышу занесена. И вот там что-то еще. Там же было вроде типа, ну, каменоломню мы проехали, а это, наверное, глиняный карьер и что-то еще. Посмотрите, как высоко мы относительно самого городища забрались. Отсюда, в общем, и домик, и городище, кажется, совершенно несущественного размера. А еще здесь интересно, какой грунт, какая земля, как скала это выложена. Такое ощущение, как будто здесь мощеная дорога. Но это же вряд ли мощеная дорога, это просто вот скала, вернее, это гора со снятого с такого камня. Этот камень немножечко укатан чем-то там еще. Вот там вот есть какая-то, какой-то знак собранный из чего-то еще. Наверное, на него, до него надо тоже доехать. А там вот, вот туда, может быть, как-то доехать. Ну и вот я с того холма въехал на вот этот панцентр. Здесь вот стоит вот такое вот сооружение. К сожалению, по своей серости его пусть не знаю, что это. Что-то, видимо, ритуального назначения. Потому что вот повязаны ленточки, там камни сложены. Там вот, я же, я смотрю, пиала есть. Кто-то оставил, видимо. Ну и вид отсюда прям, дай боже. Дух захватывает. Видно прям все вокруг на десятки, наверное, километров. А горы, горы, вот горы так и манят. Вот невообразимая, нереальная красота. Туда куда-то, вот туда дальше еще дорога уходит. Куда-то вон, прям вон туда, вот туда. Там тоже что-то, какие-то сооружения, строения. Блин, все интересно. Был бы джип, я бы вообще вовсюдам проехал. Но на моей вот этой вот тузатерке, в общем, все эти проезды могут легко выйти боком. Так скажем. Ну, естественно, я мог не удовлетворить свои любопытства и не съехать вон с той вот горы, вот сюда вот вниз, вот этому вот сооружению, которое называется замок. Замок 8-9 веков. Прямоугольное здание 40 на 25 метров, высотой 3-3,5 метра. То есть, я так полагаю, что вот эта штука, так здесь написано, была гостевым, так сказать, домом для гостей того недостроенного, наверное, замка, того комплекса дворцового. То есть, это был, скажем так, промежуточный вариант, времянка, видимо, для того комплекса. Но здесь все похоже, что из таких довольно грубо отесанных камней, а также вот из тех самых глинноземляных блох. Но, тем не менее, смотрите, несколько помещений, несколько комнат. Можно везде все, что называется, пройти и посмотреть. Но, поскольку калитку можно, конечно, открыть, но она закрыта, я туда не полезу, потому что, в принципе, так все понятно. А вот там, я так полагаю, то, что мы видели, такой раскоп оттуда сверху, это вот как раз и был глиняный карьер, из которого добывали глину для строительства того самого недостроенного комплекса. Ну, вот здесь все подробненько расписано. Можете остановить на паузу, почитать. Ну, и здесь еще и схема есть, что есть что. Вон там, на заднем плане, где-то, зеленая гора. А вот туда начинаются уже горы за снежными шапками. Где-то вот там вот внизу находится древнее городище Ак-Иртас 8 века. Правда, так и не было достроено. А на все остальные три стороны отсюда открывается замечательный вид на бескрайнюю. Вон там, на заднем плане, зеленая гора. А вот там начинаются уже горы, покрытые снежными шапками. А вон там, где-то внизу, городище Ак-Иртас 8 века. А вокруг все остальные три стороны насколько хватает глаз простирается бескрайняя, бесконечная, суровая, но в то же время очень богатая жизнью казахская стиль. Шикарный шикардос. Реально нереально.